здравствуйте дорогие друзья читатели и поклонники аргументы и факты в украине сегодня у нас в гостях победитель Евгенья 2011 Эльдар Досимов. Здравствуйте, Эльдар. Здрасте. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Как вы же настроение? Супер, великолепно. Как Украина? Ну, как бы все отлично, я уже здесь далеко не в первый раз, поэтому снова как дома. Да, конечно, погода не радует, но я уже привык на протяжении трех месяцев при подготовке на Евровидение. Мы жили здесь и я привык к более суровым условиям житья и работы, так что все окей. Спасибо. Вопрос такой не с первых. Какие перемены произошли в творческой жизни после победы на Евровидение 2011? В творческой жизни? Дело в том, что до этого, до Евровидения, творческая жизнь как такова заключалась только в любительских исполнениях песен в университете, во всевозможных мероприятиях, в кружках, в общинах. Я посещал немецкую и еврейскую общину. Просто, ну, я не причастен ни к этой, ни к другой национальности, просто там были знакомые, советовали мне, и я пел, да, выступал на их языках. А после Евровидения, точнее даже во время подготовки на Евровидение, мы, кстати, готовились тут в Киеве, и так и началась моя творческая жизнь. Сейчас все, слава Богу, хорошо. Есть очень много задумок, есть много интересных мыслей. Я надеюсь, что именно этими мыслями, этими песнями люди смогут, очень большое количество людей сможет поменять свою жизнь и свои взгляды в лучшую сторону. Может, предпочитать больше завесу светотворчества, которое произошло, вот сейчас там, актеровская деятельность? Да-да, сразу после того, как приехал с Евровидения, мы... Меня связали с Юльсовым Мочем Гусманом. Я помню, у меня были съемки тогда для американского телевидения, и я смог освободиться только в три часа ночи. Он спустился... Ну, я приехал к нему в отель, он был в Баку. Он спустился ко всей группе, и ко мне, чуть ли не в халате, и не в тапочках. И мы начали разговаривать просто о том, что будет сниматься вторая часть «Не бойся с тобой» 1919, и он хотел бы видеть меня на пробах и в дальнейшем в главной роли. Я очень, конечно, переживал, что через два дня пробы я не знаю, что делать, и никогда в жизни такого со мной не случалось. Но у меня была еще одна мечта — сняться в кино. Просто еще один опыт, сумасшедший большой опыт в копилку. Я начал советоваться с бабушкой, она была народная сельская Азербайджана, как мне преподнести себя, как мне сказать те или иные фразы. Все вроде в конце получилось, и на второй день проб Гусман во всеуслышание сказал, что я в кино. И после этого начались сумасшедшие дни зубрения текстов, потом выезд на площадку, смены и так далее, и тому подобное. Ну да, вот этот опыт актерства в жизни будет дальше. Да. По крайней мере, дал... Вот недавно была премьера в Москве, а год назад была премьера в Баку. В Баку я не посмотрел, честно говоря, потому что... Даже в Москве я еле-еле просидел в зале, потому что... Не знаю, я не очень люблю смотреть свои работы в окружении огромного количества людей. Мне бы лучше прийти на компьютере или на телевизоре, нажать кнопочку, посмотреть, потому что я сразу начинаю заниматься самоедством и анализом. Что вот это неправильно, это бы я по-другому сыграл и так далее. И так оно и есть. Смотря фильм, я понял, что очень многое я бы поменял, и сейчас я бы сделал этот образ совсем другим. И в определенный момент я бы поступил бы по-другому... Этот персонаж поступил бы по-другому. Но все же, конечно, первым долгом это очень большой опыт, и этот опыт вызвал у меня желание снова сниматься в кино, и сейчас агенты ищут... Да, тогда, конечно, ищут фильмы. Спасибо. Придем к следующему вопросу. Маришка спрашивает. Эльдар, суеверный ли ты? Отчасти суеверный. Есть приметы, в которые я очень сильно верю. Есть приметы, которые я придумываю сам для себя. Есть приметы, которые привили мне родители, бабушка, дедушка и так далее. Допустим, я очень люблю собирать колокольчики. У меня из каждой страны, где я побывал... Дерные колокольчики? Нет, обычные колокольчики. Да, обычные колокольчики, сувениры. И если я возвращаюсь домой, и выхожу, и снова возвращаюсь, забыв что-то, я обязательно должен позвенеть в самые звонкие из них. Причем каждый раз звонкий меняется, потому что я беру, проверяю, какой из них самый звонкий, почему-то каждый раз он бывает другим. Не тем же самым. Ну, например, не верю в то, что черная кошка, перебежав дорогу, может напортить тебе день. Или если ты встречаешь женщину с пустыми ведрами, она может тебе испортить как-то будущее. То ли потому, что я очень люблю кошек, то ли потому, что люблю женщин, или пустые ведра. Не знаю. Спасибо. Тут сотрудничество с Златой, помню еще. Рассказывается, сотрудничество как это сходило, как это вы пришли к этой работе, как работалось? На самом деле все было очень и очень спонтанно. Это было очень давно. Но мы познакомились в аэропорту. Я знал, как бы, о Злате еще в 2011 году, когда она готовилась, участвовала в национальных отборах тут, в Киеве. А мы уже с моей напарницей, Негяр, были в Киеве. И я сидел в номере, в гостинице «Украина», смотрел прямой эфир национального отбора. Мне тогда Злату очень понравилось, потому что помимо визуальной, ну, помимо ее красоты, помимо ее женственности, мне очень понравился ее профессионализм. То, как она себя выкладывает на сцене, выкладывает перед камерой, перед зрителями. Это было очень важно для меня. Просто я не думал о сотрудничестве. Мне просто было интересно, насколько этот человек отдается этому делу. И через какое-то время мы просто встретились в аэропорту. Тогда мы уже с Негяр победили на Евровидении, мы уже были, мы уже разъезжали. И я в один из дней ехал домой, в Баку. И Злата летела тоже в Баку с концертом или с промо-туром. Это было до Златного участия на Евровидении. Я подошел, мы с ней начали общаться. Я представился, она меня узнала. Я, понятное дело, ее узнал. И мы начали говорить о творчестве, о жизни. Я показал ей несколько песен, которые у меня были на компьютере, и сказал, что вот есть песни, допустим, которые мне хотелось бы исполнить дуэт. И вот была, из числа песен была песня Ice and Fire, у которой не было пока ни названия, ничего. Была просто демо-версия. И, короче говоря, в конечном итоге мы решили ее исполнить вместе. Потом жизнь закрутилась так, что у нее невровидение, у меня дела, перелеты постоянные, много работы. И только вот недавно мы решили ее презентовать. Это было в Буковеле, на Национальном отворе Детского Евровидения, тут в Украине. И совсем недавно вышла студийная версия песни. Вот так. Как выходила работа над песней? Как это все углаживали моменты аранжировки? Да, мы работали над аранжировкой с Мишей Некрасовым. Это продюсер Златы, который, конечно, у него столько идей, столько всего очень интересного. Элементарно скажу тот факт, что ударники в песне, это никакие не ударники, а просто звук от стука двери. Он экспериментировал, сначала постучал, ну, насколько я знаю, что-то не понравилось. Начал сводить, начал примерять на песню, что-то не понравилось. Положил тряпку сверху, снизу, начал снова стучать, дверь закрывать, открывать, хлопать. То есть, это, конечно, творческий поиск. Он всегда очень интересен. И я, допустим, горжусь, что я могу рассказать эту историю сейчас телезрителям, своим слушателям, и горжусь, что в нашей песне есть именно звук двери, потому что это эксперимент, это очень важно, ну, лично для меня. На студии мы записывались... Сначала пилотную версию мы записали тут, в Киеве, у Миши на студии, потом... Миша приехал в Баку, и мы записались там. На причине нескольких часов мы сидели в студии и работали очень кропотливо над песней. Мне лично очень понравилось, потому что я люблю, когда человек, который находится по ту сторону стекла, по ту сторону кабины, он требователен. И меня, наоборот, заводит тот момент, когда человек видит, что артист устал, что голос не работает. Так, 3 минуты отдыха, потом снова, и может быть, какие-то другие эмоции, может, какие-то другие чувства. И от этого желания работать, появляется желание работать у меня. Потому что мне обязательно нужно видеть... Я и сам могу двигать локомотив, но мне обязательно нужно видеть, что все составы, все в целом, очень хочет этого. И вот я увидел это в Миши, я увидел его бешеный интерес и любовь к этой работе. Потом Миша записал Злату, послал уже полусведенную песню, и все получилось так, как вы можете услышать сейчас в Ютьюбе. Вы довольны, что получилось? Да, очень. Но главное, чтобы были довольны зрители, слушатели наши по всему миру. Потому что, понятное дело, артист всегда знает, что он мог успеть намного лучше. Мы бы очень хотели, чтобы случилась в конце концов визуализация этого трека, потому что он безумно красивый. Там есть о чем петь, там есть о чем рассказать людям, и есть что показать. Да, то есть люди, конечно, могут неординарно, неоднозначно воспринять этот трек, и каждый может для себя по-разному его визуализировать в своих мыслях. Но нам бы хотелось, чтобы и наши мысли, и чтобы и нашу визуализацию. Может быть, это будет фотосессия, может быть, будет клип, музыкальное видео. Главное, чтобы оно случилось. Я очень хочу. Все хотят, ты спрашиваешь, кем клип, как это вы представляете визуально? Кого мне спросить, ребята? Пожалуйста. И продолжение тоже. Илонка спрашивает, планируешь ли в будущем году еще до этого? И, возможно, уже есть понимание, кто это будет. Спасибо, Илон, за вопрос. Пока нет. Я думаю, что обязательно будет, потому что это творчество, и мне всегда хочется работать с кем-то, от кого я могу получить новые эмоции, или же просто хорошую практику. Есть мысль записать дуэт с азербайджанской артисткой, азербайджанской певицей, заслуженной. Мы с ней говорили на эту тему, и, в принципе, оба дали согласие и изъявили желание. Это Тунзаля Агаева. Но мы посмотрим, как будет складываться. Мы никак не можем встретиться. На протяжении трех этих недель то меня нет в Баку. Я недавно участвовал в Турквижн, это евровидение тюркского масштаба, тюркского мира в качестве жюри. Был на премьере в Москве фильма «Не бойся с тобой» 1919, поэтому мы никак не можем состыковаться с ней. Но я надеюсь, что в очень скором будущем это будет. Опять-таки, я всегда желаю работать с артистами, которые на сцене очень давно, или пусть не очень давно, но они амбициозны и полны энергии. Значит, подумать, пофантазировать, с кем мы хотели бы из мировых звезд спеть до этого? Ой, я думаю, со многими. Да, даже элементарно. Пускай эта песня никуда не выходит, пускай их менеджмент считает, что это все бессмысленно, не нужно писать дуэт с каким-то там, азербайджанским артистом, все такое. Но для меня лично это желание, опять-таки, это получить бесценный опыт от этих людей. То, как они работают с тобой в паре, то, как они разбирают песню, то, как они делают эту песню живой. Потому что, по большому счету, песню делает песней артист. Ну, если пофантазировать, ну, хотя бы несколько, пару-тройку фамилий, которые вы считаете союзниками. Ну, опять-таки, это те артисты, которых я очень люблю. Это, наверное, Бейонс, это Робби Уильямс. Мне бы очень хотелось спеть со Стингом, потому что это артисты, ну, это как бы минимум, который я назвал. Может быть, Селин Дион. Это артисты высшей категории. И то, как они относятся к делу, это сразу заметно, и хочется быть частью всего этого мира. Спасибо. А вот кто надоумен, может, дал такую продвижку, что вы стали артистом, стали профессионалом? Кто это в детстве, как это произошло? Гены, я думаю. Гены? Да, потому что у меня прабабушка, прадедушка, ну, к сожалению, их уже не было в живых, когда я родился, поэтому они меня надоумить не могли. Но прабабушка была народной артистской СССР, прадедушка был народным артистом Азербайджана, это передалось на их дочь, она была народной артисткой Азербайджана, дедушка мой был заслуженным деятелем искусств Азербайджана, работал директором очень многих театров, включая ТЮЗ, мускомедию, был кларнетистом, и, наверное, это, наверное, это не передалось на их детей, но передалось через поколение на меня, и я всегда с детства знал, что у меня жизнь будет связана как-то со сцены, со зрителями, с музыкой, может быть, это было бы актерское мастерство, актерство, или же пение, вокал, но внутри у меня всегда были мысли о том, что да, я буду обязательно там, поэтому я для общего образования и мировоззрения никогда не думал, что я буду учиться специально на артиста эстрады, я поступил в Бакинский славянский университет на дипломата, отучился там и уже закончил магистратуру, слава богу, надеюсь, скоро меня надоумит кто-то поступить в докторантуру, но надеюсь, это очень скоро. Опять-таки, все это время я крутился вокруг, да, подле сцены, и с детства я впитывал эту атмосферу, когда с бабушкой ходил в театр, мне, например, всегда, никогда не было интересно сидеть в зале с другими людьми, с другими зрителями и смотреть представление, смотреть спектакль. Мне было больше интересно, что за кулисами, и я помню, как в первый раз, вот, честное слово, я помню, как сейчас, ну, для человека, который сидит в зале, это же все вот занавес, и тебе кажется, что там сказочный мир, и когда ты, когда опускается занавес, значит, разбираются декорации, и ты видишь, что задник сцены это обычные кирпичи, ты видишь, что кулисы раздвигаются, и там просто вот обычные двери деревянные, у них есть ручки, и туда проходят люди, выходят, все это в каком-то непонятно очень обычном состоянии, это чуть-чуть рушится, но все равно, ну, твой вот этот мир сказочный внутри, представление, оно чуть-чуть рушится, но все равно мне хотелось всегда находиться по ту сторону всего этого. Спасибо. Следующий вопрос Настевич Кулия спрашивает, когда вы сами пишите песни или обращаетесь к авторам слов и музыки? Я стараюсь вообще в своих песнях передавать те эмоции, которые живу, проживаю сейчас, и стараюсь, чтобы вся моя команда Empire Music Entertainment, с которой я работаю, чтобы они все переживали то, что переживаю в жизни я, потому что для меня это безумно важно, когда в песне я, вот мне плохо я пишу об этом, мне хорошо я пишу об этом, и мне важно, чтобы зритель со мной переживал, потому что если мне плохо я буду петь о том, что на душе светло, а на груди ромашки, да, это все будет неискреннее, и поэтому мне хочется, я думаю, что это получается петь то, что я хочу, то, что я могу донести именно сейчас, и для этого конечно же я стараюсь писать музыку и слова сам по возможности, насколько это у мне получается, но мы пишем это дело, работаем все вместе с Empire Music Entertainment, то есть у каждого есть своя ниша, которую он занял, и с которой он бросает как бы свои идеи, эмоции, да, конечно, конечно, потому что пишут двое человек, а мне иногда послушать интересно то, что думает об этом третий, или мне интересно, у нас в команде есть, допустим, человек, который занимается фото- и видеосъемкой, режиссер, оператор, человек, мастер на все руки, но даже его мнение мне интересно, что он думает об этом треке, почему, почему, допустим, этот трек должен существовать, или почему он не должен существовать, сейчас, например, у нас идут очень большие дебаты на тему нашего следующего трека, потому что как бы есть уже и демо-версия, и песня записана, и я прошу вас, ребята, услышите меня, что не надо этого делать, есть все, но почему-то берется канта, и снова нужно аранжировать песню совсем в другом ключе, и я не понимаю, я очень боюсь, что не получится, и, честно говоря, у меня очень много переживаний внутри, но посмотрим, что из этого выйдет. Все будет хорошо, все получится, все будет великолепно. Следующий вопрос, Алексей спрашивает, Эльдар, привет, как вы считаете, понятие артист вне политики, этот вопрос сейчас очень актуален для многих, если не всех использователей Украины, после того, как путинский режим инвестировал Крым и ввел свои войска на Донбасс, мнения разделились, одни утверждают, что для артиста его творчество Родина это место, где есть благодарность к Пушкину, другие украинские использователи бойкотируют русский рынок, считают, что это единственное правильное решение. Как бы вы решили для себя этот вопрос? Я считаю, что бойкотировать никого и ничего не нужно, это лично моя точка зрения, потому что это дело принципа. Если я живу в стране под названием N, и у меня есть огромное количество фанатов, поклонников моего творчества в стране под названием ША, будем говорить, я просто не имею права бойкотировать свои выступления в этой стране, потому что политика и все такое, это понятное дело, но там есть люди, которые хотят меня видеть, которые хотят видеть мое живое исполнение, и это безумная большая ответственность. Я не могу просто сказать, извините, у вас там что-то не то, поэтому я не приеду к вам, это лично мое мнение, поэтому для меня, как вы сказали правильно, первый вариант, артист не политики, когда родина, даже не то, что родина, я бы не сказал родина, я бы сказал, что артист должен быть там, где его благодарность слушать, где его поклонники, и все, я считаю, что да, конечно, политика присутствует везде, даже, ну, есть политика исполнения, политика самого вот этого бизнеса, шоу-бизнеса, но то, как воздействовать на массы, первым долгом, культура, это, так сказать, первый показатель народа, и культурой можно влиять на очень многие сферы, да, артисты могут влиять на очень многие сферы, это, это также большая ответственность, и я считаю, что если артист будет больше нести в себе частичку мира и пропагандировать мир, ну, например, это то, чем занимаюсь я сейчас, я являюсь послом Азербайджана, от Азербайджана в организации Peace One Day, которая пропагандирует мир во всем мире, если артист будет нести в себе эту частицу и распространять на людей, то я думаю, что это может очень сильно помочь, пускай не завтра, пускай не через месяц, не через год, но я буду надеяться, что следующее поколение будет жить под мирным небом. Вы знаете, это такая ситуация, у меня очень много друзей и из Украины, и из России, есть люди, которые не хотят ссориться, они не хотят быть врагами, они хотят снова ходить друг к другу домой, снова хотят быть искренними друг с другом. И, конечно же, я придерживаюсь политики своей страны, конечно же, я разделяю взгляды руководства своей страны. И я считаю, что, опять-таки, я считаю, что это очень тяжелая ситуация. Это иногда слушаешь просто то, что говорят люди с этой стороны и с той стороны и то, что они испытывают внутри. И я не понимаю, я не вижу выхода из этой ситуации, честно говоря, да, но мне так хочется, чтобы снова, так же, как они, так же, как эти народы рассорились в одночасье, да, мне так же хочется, чтобы примирение не затянулось на очень долгие промежутки времени, на очень долгие годы. Мне хочется, чтобы эти народы снова сплотились, здесь, потому что, как-никак, тут одни корни. Спасибо большое за ваше мнение. Придем к следующему вопросу. Детали спрашивают. Эльдара, что для тебя самое ценное в жизни? Ну, такой очень тяжелый вопрос. Философский у нас, да? Да. Если сейчас начну говорить, это уже можем закрыть все конференции, честное слово. Это очень долго. На самом деле, самое ценное в жизни для меня быть счастливым. Самое ценное, чтобы... А почему ты счастливый? Потому что твои родственники здоровы, тебя любят. Ты просыпаешься с мыслью, что новый день принесет тебе очень много новых идей и удовлетворения. Ты засыпаешь с чистой совестью, что ты все успел. Что ты занимаешься любимым делом. И даже, если ты просыпаешься в 6 часов утра и засыпаешь в час-два ночи, но ты это делаешь с очень большой любовью к этому, да? Потому что у меня есть очень много знакомых, которые просыпаются и говорят, господи, мне опять надо на эту работу и я просто не хочу, да? И говорят, что у меня есть подруга, которая говорит, я не создана для того, чтобы работать, я хочу выйти замуж и сидеть дома и тратить деньги мужа, ну, и все такое. Счастье, это когда есть опять-таки любящие люди, здоровье этих людей, это просто когда ты можешь найти хорошего друга или хорошего собеседника, которому можешь рассказать очень много и который может рассказать тебе и ты можешь послушать это. Поэтому вот эти все понятия для меня очень ценные в жизни. И я всю ценность как бы заключаю в слове счастья. Если я прошу я приду к следующему вопросу Иннуся спрашивает. Верите в дружбу в шоу-бизнесе? С кем поддерживаете отношения? С кем? Верите в дружбу в шоу-бизнесе? С кем поддерживаете отношения? Я верю в дружбу. Даже не то, что в шоу-бизнесе. Я просто верю в дружбу. Потому что есть я проецирую на себя. Если я дружу с каким-то артистом, это автоматически нейтрализует всю конкуренцию между нами. И я к этому человеку отношусь не как конкуренту. Я наоборот помогаю. Если нужны какие-то музыканты, если нужна какая-то помощь с моей стороны, я обязательно это все сделаю на пределах своих возможностей. опять-таки это очень такое субъективное мнение. Потому что есть артисты, которые говорят нет, я не верю, это все ерунда. Например, в нашем шоу-бизнесе я бы не сказал, что есть очень много друзей. Что есть люди, которые друг с другом соперничают. Ну, понятное дело, что есть люди, которые садятся за один... Я сам был свидетелем, что люди садятся за один стол. говорят о том, какие все прекрасные и какие потрясающие песни и все такое, а через две минуты кто-то из них встает и этот мне говорит или кому-то еще, что господи, это же такой ужас, это вообще самый большой отстой в мире, который я когда-либо от кого-либо где-либо слышал. Ну, это... Ну, я не знаю, я не могу классифицировать эти отношения, но как бы если говорить обо мне, то да, я могу дружить, я не думаю о работе в этот момент. Я перестаю дружить. Это для меня более совестно. Спасибо. Следующий вопрос. Надо спрашивать. Привет, Ритар. Какие у соотношения с Ники? Поддерживаете связь? Да, поддерживаем связь, хотя все реже. Она в Лондоне, в Стамбуле, я в Баку и от от времени к времени мы поддерживаем связь. Ну, я думаю, что когда, если вдруг будет какая-то нужда в большем времени для того, чтобы проводить с ней или же ей со мной, то мы обязательно друг другу об этом скажем. Спасибо. Следующий вопрос. Юля Будько спрашивает. Это что вдохновляет на творчество? Есть ли муза? В данный момент пока что нет. Я не имею в виду муза это человек, который находится рядом со мной и так далее. Муза может быть стакан. Смотришь, говоришь, какой прозрачный, такой же, как моя любовь, такой же, как моя жизнь, как мои песни и начинаешь себе что-то писать. Нет. Сейчас вообще этого пока нет. Я не знаю, у меня какое-то внутреннее наверное опустошение что ли. Наверное какой-то зимний охрана. Ну, я не знаю, наоборот зимой, осенью люди собираются и начинают что-то делать чтобы представить людям более больше материала, более теплое что-то. Но я не знаю, у меня какое-то внутреннее опустошение, я пытаюсь что-то сделать, пытаюсь как-то урегулировать это в себе и там общаюсь с психологами и так далее. Что-то я знаю, что мне нужно самому прийти к этому. Мне нужно самому решить эту проблему. Спасибо. Следующий вопрос. Вопросик за этот вопросик. Витара, что ты ценишь в людях? Ну и вопросик. От вопросика? Да. Ну, ты и вопросик. В людях ценю оригинальность вопросик ценю в людях. Ценю умение доверять, ценю искренность. Люди, которые работают со мной, ценю преданность делу. и мне очень хочется опять, да, ценю, в целом, я ценю искренность людей. Ценю, когда люди могут смотреть тебе в глаза и на любой твой вопрос о себе, о жизни, о погоде за окном, могут рассказать очень искренне. Ну, иногда, конечно, мне хочется слышать то, что я хочу слышать. Ну, такое-то уже бывает, но уже друзья привыкли к этому и знают, когда что сказать. Как подыграть? Да. Спасибо. Следующий вопрос Марина спрашивает. Цель вашего нынешнего визита в Украину планируете ли вы порадовать украинскую публику сольным концертом? Цель моего визита в Украину я, мы прибыли сюда по приглашению на Первого национального канала и в ближайшем будущем точнее это новогодние съемки. Мы будем выступать в Дворце Украина и это будет транслироваться в новогодние праздники кажется первого числа если не ошибаюсь и тридцать первого числа один концерт будет посвящен на одном концерте точнее я вам приоткрою завесу тайн я буду исполнять свою песню The One которая была написана шведскими шведскими композиторами буду исполнять с победителем новой волны Александр Бойко и Андрей Андрей Бойко и еще будет такой новогодний так сказать голубой огонек звук также я в этот раз буду исполнять песню дуэтную песню со Златой Огневич которая называется Ice and Fire которая вам известна и еще есть такая задумка и такой эксперимент который я решил припасти для украинского зрителя и слушателя впервые в жизни я буду исполнять азербайджанскую песню очень старую но очень красивую азербайджанскую песню Кетмагетмагал на звучанском языке но правда новая аранжировка и хочу поблагодарить участницу Евровидений на Евровидении от Азербайджана в 2014 году Делю Кязымгу привет тебе за предоставленную аранжировку я очень это кстати это первый раз когда я исполняю эту песню я думаю я очень надеюсь что она понравится как украинским слушателям так азербайджанским и людям которые азербайджанским которые живут в Украине очень очень верю что все получится и моя трактовка песни будет ничем не хуже чем предыдущие в целом вот так по поводу концерта конечно очень хотелось бы поделиться не только одной двумя тремя песнями а представить украинскому слушателю и зрителю свое творчество в больших масштабах спеть больше песен поделиться своими эмоциями с украинским зрителем и слушателем конечно я рассматриваю мы все рассматриваем этот вариант в ближайшем будущем пока нет но я думаю что скоро это будет решено азербайджанская песня да она не новая я просто чуть-чуть прям спою спасибо 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 да иногда веду здоровый образ жизни отношения я стараюсь вести чаще здоровый образ жизни но иногда я ем картошку free и все это жареное и все такое это зато очень вкусно да но я я стараюсь вести реально здоровый образ жизни занимаюсь спортом постоянно плаваю я ем больше фруктов овощей все натуральное все качественное но по-крайней мере стараюсь наверное скорее всего нас обманывают что это все такое безумно качественно и вышли на не в парниках там где-то и не гмо но все равно я ну и нас и конечно тоже до курицу мясо ем но я не жарю я там для отвариваю ли что такое очень редко очень кстати шашлык он ну как бы если не жирный то его можно он как бы не разносит тебя в ширь и в принципе очень полезен очень банально жарная картошка с котлеты яичница с помидорами но больше всего люблю ну как бы я побывал очень много многих странах мира но мне очень и очень нравится наверное две кухни это азербайджанская кухня и никак не странно и африканская да я пробовал нигерийскую кухню потом камерунскую кажется да камерунская кухня была но в целом африканская кухня чем-то она похожа да вот эти все лепешки мясо фарш все такое гейме очень нравится из азербайджанской кухни долма наша вина из виноградных листьев ну понятно хабаб все такое дюшперя это маленькие да не точнее более крупные пельмешки гюльза это очень большие перемещение и плов конечно вы представляете простите перевоз сколько мне приходится заниматься спортом я все если я все это ем я занимаюсь до плаванием в свободное время фитнес это ну да как кардионагрузки и аэробика фитнес то есть тебя вот эти все гантели это тяжело боже мой это круто когда там у тебя есть любимый тренер который приносит все эти гантели ставят и просто понимать ты чуть ли тебе в руки не кладешь ты просто поднимаешь опускаешься идешь домой но там не приходится иногда их поднимать и снова класть на свое место а это вообще это ужас это это ужас это ужас нет ни футбол не смотрю вообще нет ни однажды бабушка подсадила на фигурное катание конечно говорить не стоит но я смотрел его в детстве мне нравится это все очень эстетично и красиво плавание мне нравится на смотреть плавание минут 15 все надоедает число спасибо последний вопрос и римка поносил спрашивать когда какие планы новый год начнете год с отдыха или будете работать начну как бы я в новогоднюю ночь на корпоративе даже не знаю как сказать я постараюсь и отдохнуть в этот момент и и из и поработать но я не знаю как получится правда я постараюсь первым долгом оказаться в ночь с 31 на 1 дома а потом конечно гулять если говорить глобально то число мне так иногда такие очень глупые убеждения что я успел отдохнуть в старости да но иногда я сижу и думаю господи хорошо в старости и поеду там куда-то за границей когда мне будет очень много денег ну кому черта матери буду нужен с дряблым с дряблым телом и так далее поэтому поэтому даже не знаю мне такое такое распутье и работа и вот да так обязательно конечно году я я бы конечно хотел подгородить вас и телезрителей слушателей людей которые писали и передавали свои приветы писали свои вопросы мне бы очень хотелось чтобы вы всегда находились рядом со мной и поддерживали меня в любых начинаниях хотелось бы чтобы в следующем году иногда я и понимаю что я иногда веду себя очень по-детски и я хотел бы чтобы и вы в следующем году нашли время то чтобы хоть чуть-чуть капельку вести себя по-детски потому что настолько беззаботно и настолько иногда прикольно я вас очень люблю будьте всегда со мной будьте всегда с нами и в скором будущем два новых трека спасибо до свидания спасибо большое